В эфире телеканал Россия, специальный выпуск вестей в студии Эрнест Мацкевичу. Здравствуйте. С нами на связи Минск, дворец независимости, где уже почти три часа продолжаются переговоры в нормандском формате. Лидеры России, Франции, Германии и Украины пытаются найти путь разрешения украинского кризиса и прекратить кровопролитие на Юго-Востоке. Пока оно продолжается, только что из Донецка пришло известие о попадании артиллерийского снаряда в больницу. Один человек погиб, минимум семеро ранены. Тем не менее, попытки остановить кровь продолжаются, и за ходом этих сложных переговоров следит наш обозреватель Ольга Скобеева. Она выходит с нами на прямую связь. Оля, здравствуйте еще раз. Один этап переговоров уже завершен, и кое-какая информация, похоже, есть, пусть даже такая субъективная, как выражение лиц участников встречи. В нормандском формате. Да, действительно, здравствуйте, Эрнест, еще раз в эти минуты. Здесь, в президентском дворце независимости, продолжаются переговоры в так называемом широком формате. Уже на протяжении часа до этого было фотографирование, и до этого еще переговоры в так называемом узком формате, которые продлились еще примерно полтора часа. И вот здесь есть любопытные детали, так называемые любопытные политические нюансы, на которые мы стараемся обращать внимание, стало известно. И первые кадры мы уже получили, что во время переговоров в так называемом узком составе единственным человеком, который покидал зал заседаний, был Порошенко. Если верить информационным агентствам, он вышел ровно в 21.34, вернулся обратно в 21.43. Где Петр Порошенко отсутствовал на протяжении 9 минут, кому именно он звонил. Если звонил, нам, конечно же, неизвестно. Также сообщается, это тоже любопытная деталь, что через открытую дверь журналисты смогли рассмотреть, как во время так называемых переговоров в узком составе, Путин и Порошенко не сидят за столом вместе с Меркель и Оландом, а стоят немного в стороне, облокотившись на стуле, и о чем-то очень эмоционально беседуют. О чем мы, естественно, не знаем. Эта беседа эмоционально продолжалась примерно на протяжении 15 минут, и, собственно, после этого Порошенко покинул зал заседания. Я напомню, он вернулся спустя ровно 9 минут, Эрнест. Холина, вот сейчас продолжаются переговоры в расширенном составе, в расширенном формате. Кто принимает в них участие, что это значит, помимо лидеров России, Франции, Германии и Украины? Да, расширенный состав, это все та же нормандская четверка, Путин, Оланд, Меркель и Порошенко, плюс представители делегации, плюс члены делегации и эксперты. Нам известно, что каждый из лидеров приехал сюда, в белорусскую столицу, со своим министром иностранных дел. Так Путин здесь, в Минске, выступает вместе с главой российского МИДа Лаврова. Меркель приехала со Штанмайером, Оланд приехал с Фобиусом, и Петр Порошенко сюда, в белорусскую столицу, приехал со своим министром иностранных дел Климкиным. Что касается российской делегации, так же известно, что в нее входят помощники президента России. Это Сурков и Ушаков в состав официальной делегации, включенный пресс-секретарь российского президента Песков. И вот здесь я еще небольшое отступление себе позволю. Есть любопытная деталь. Когда начиналась трансляция этих самых переговоров в так называемом широком формате, прозвучали реплики на французском языке. Я сразу говорю, что неизвестно, кому эти реплики принадлежат и чего они касаются, но тем не менее я приведу очень точный перевод. И так было сказано, я напомню, на французском языке, что украинцы волнуются по каждому вопросу и по каждому вопросу спорят. Им нужно пойти на контакт. Я напомню, что эта цитата, кому принадлежат реплики, неизвестно. Также я бы хотела напомнить, что Франция и Германия здесь вместе выступают единым фронтом. И выступают они против американских поставок на Украину, американского же оружия, американских противотанковых комплексов. Обсуждался ли этот вопрос на встречах, обсуждался ли этот вопрос во время так называемого широкого формата, неизвестно, также неизвестно. Касались ли реплики именно этого аспекта, но и тем не менее вот такие вот многозначительные фразы на французском языке прозвучали. Эрнест. Елена, мы продолжаем сходить заходы Минского саммита в формате Нормандской четверки. Да, еще, вот как только что сообщили информационные агентства, достаточно великовероятны, что по завершении этих переговоров возможно совместная пресс-конференция и участников. Оля, спасибо большое за вашу информацию, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Напоминаю, что наш обозреватель Ольга Скобеева следит за переговорами лидеров Нормандской четверки. Как только будут очередные новости из Минска, мы сразу же выйдем в эфир. Ну а прямо сейчас смотрите продолжение сериала, после которого выйдет в эфир программа «Специальный корреспондент» с Евгением Поповым. Продолжение следует...